Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале новой очередной торговой недели. Надеюсь, что в эти выходные вы смогли найти какой-нибудь источник хорошего настроения, смогли сохранить его до старта, собственно, этой недели, потому что нам приходится возвращаться в ту среду, которая особо нас не баловывает в последнее время, а больше даже сказать разочаровывает, потому что все наши ожидания, все наши прогнозы, вроде бы как и базирующиеся на адекватном фундаментальном подходе, пока что отложены, скажем, по времени реализации до более благоприятного стечения обстоятельств. И, возможно, картина изменится на этой неделе. Но, друзья, я сегодня, скажем, с информацией по поводу отдельных инструментов, информация, которая объясняет, почему мы в последние дни не получили той реакции, на которую настраивались, эта информация снова заставляет нас пребывать в режиме ожидания. Ну, вместо тем, я хочу отметить то, что эта неделя будет крайне интересна для рынка нефти, для долларов, потому что у нас внеочередное заседание ОПЕК, напоминаю то, что оно важно для перспектив нефти, поскольку это встречи в мониторинговых кабинетах, где обсуждаться будут и возможности нового влияния, инструментов, которые реально еще используются для того, чтобы повлиять на спрос и предложений и, соответственно, попытаться снова реглансировать рынок нефти, подстегнуть котировки вверх. Наш расклад все-таки предполагает ожидание не роста. Мы продолжаем делать ставку на безрезультатность вот этих усилий, ОПЕК без успешности, попыток и стараемся протягивать, протаскивать эту идею из недели в неделю, поскольку нам нужны более низкие ценовые значения по нету, ведь мы традиционно долгосрочные продавцы, медведи по рынку ультуродов и, соответственно, ориентируемся на более низкие ценовые значения. Что касается доллара, также очень важная неделя, потому что в среду заседание американского регулятора и пересмотра процентных ставок. Вероятность того, что ФРС пойдет на изменение денежно-кредитной политики еще меньше, чем в отношении Европейского Центрального Банка была на прошлой неделе. То есть мы не будем спекулировать на том, что ставки снова могут повысить, потому что, думаю, что вероятность даже ниже 2-3 процентов. ФРС уже дал понять, что не будет торопиться с изменениями и в лучшем случае подождет конца 2017 года. Но что-то в плане серьезного, скажем, импульса для доллара должно произойти. Этот импульс фундаментального характера, больше даже с расчетом и смещением на статистику, ведь ФРС-заседание это разговоры о процентных ставках, самое что ни на есть статистике. И этот фундамент должен либо поддержать негативный тренд для американца, негативный тренд, спровоцированный очередными политическими скандалами в отношении администрации Трампа и его лично. Либо пересеять вот этот политический негатив и дать нам хоть какой-то сигнал, чтобы откупить доллар против его основных конкурентов и подстегнуть, в частности, ту же самую пару доллар-японская иена с текущих ценовых значений, которые все, кто следит за долларом, считают абсолютно неадекватными, потому что статистика хорошая, ФРС встал на путь более высоких процентных ставок, ФРС готов начать сокращать баланса Европейского Центрального Банка, точнее, собственно, регулятора. И вместо того, чтобы на этом фундаменте мы с вами заручились поддержкой целого новостного фона, способствующего росту доллара, мы с вами наблюдаем совершенно обратно. Мы видим, как американец вынужден игнорирует все вот эти факторы поддержки и будто бы знает, что след за очередным скандалом политического характера будет новый, который снова спровоцирует распродажи индекса, снова спровоцирует распродажи доходности трежерис и приведет к ослаблению доллара. Как только вот эта идея подогревается и поддерживается, доллар начинает смещаться. Вот котировки, которые лично мне, как покупателя американца, наблюдают сейчас болезненно. Это 111 иен за один доллар. Крайне низкое ценовое значение. И вы, как помните, надеюсь, мы этого уровня вовсе не планировали достигнуть за такой короткий промежуток времени, поскольку еще буквально две недели назад у нас были предпосылки, чтобы мы с вами закрепились выше уровня 114 иен против доллара. Ну ладно, поговорим мы также еще и американцы. Давайте начнем все-таки с рынка нефти. Клосс заключительной этаповой сессии в прошлой неделе 48.21 с понижением закрылись довольно серьезным, существенным в соответствии с ожиданиями, потому что на том фундаменте, с которым мы работали, расти было практически невозможно. Сейчас рынок находится на отметке 48.41. Это котировки, которые справедливы для бренда. Пятничная торговая сессия. Причины распродажи. Ну, во-первых, участники рынка прекрасно понимали то, что понедельник, то есть сегодняшний день сопряжен с очень большим событий, риском, поскольку заседание ОПЕК, встреча мониторингового кабинета, не знаю, как правильно сказать, но вроде бы как лучше делать акцент на встречу именно того комитета, который подбивает результаты по поводу того, насколько участники этого пакта энергетического соответствия взятого на себя обязательства и насколько они реально исполняют вот эти, придерживаются квот, которые были опозначены всем, кто поддержал эту инициативу по регулансировке рынка нефти. Ожидается то, что сегодня, может быть, поднимут вопрос такого косвенного характера, чтобы и Ливия и Нигерия тоже присоединились к энергетическому факту. Мы на этот новостной фонд с вами обращали также очень много внимания. Я напоминаю то, что Ливия, с одной стороны, дала согласие, добро на участие в этой встрече, с другой стороны, Нигерия сообщила о том, что, скорее всего, ждать их не приходится в Санкт-Петербурге, поскольку у них есть серьезные такие внутренние потребности, реализовать цель по производству нефти, а эта цель находится на отметке в 1,9 миллиона баррелей в сутки. Сейчас они добывают меньше. И нигерийское правительство еще две недели назад сообщило о том, что до тех пор, пока эта планка, которая для них является символом стабилизации производства, пока эта планка достигнута не будет. Соответственно, они не готовы обсуждать какие-то положения, договоренности, не готовы вести разговоры по поводу сокращения производства нефти. Вы об этом также должны знать. В общем, ожидание встреч вот этого мониторингового кабинета, ожидание того, что эта встреча может быть безрезультатна, соответственно, встреча, которая обернется серьезными распродажами, вынудила трейдер все-таки пофиксить тот результат, который удалось достигнуть и выйти из расположения длинных сделок. Может быть, это также, скажем, тот самый фактор, который еще и усилился эффектом пятницы, то есть под закрытие недели перед выходной. Но как бы то ни было, я считаю, что этот новостной фактор имел место быту. Еще один значимый – это ожидание роста производства нефти в АПЕК. Так вот, Петрологистик, фирма, которая занимается аналитикой танкерного флота, прогнозирует, что в этом месяце в АПЕК будет добыта нефти на 145 тысяч больше, чем месяцем ранее. А месяцем ранее мы с вами констатировали прирост добычи в 370 тысяч. То есть, друзья, обычная математика, расчеты позволяют нам говорить то, что АПЕК, скорее всего, будут уже в совокупности по производству претендовать на цифры 33,2 или 3 даже, миллиона, 33,3, то есть получается. Это существенно выше тех предварительных уровней, которых нужно придерживаться. Уровни, которые были обозначены самим АПЕК, как то самое значение, при непревышении которого можно рассчитывать на балансировку рынка нефти. В итоге мы понимаем то, что сами АПЕК, собственно, перешагнули через вот этот рубеж, и сами АПЕК, с одной стороны, пытаются ребалансировать рынок, а с другой стороны, снижают эффективность собственных усилий. Поэтому про это ни в коем случае забывать не стоит. Мы работаем с этой статистикой уже очень давно и понимаем то, что вообще на эту сделку сейчас ориентироваться не стоит, поскольку при текущей реализации, при текущем объеме снижения на 1,8 ее недостаточно, чтобы восстановить ценовую конъюнтуру. У лучшего слегка настроения статистика от Беккер-Хьюз по количеству нефтиных терминалов, их число снизилось на 1 единицу до 764. Ну да, вроде бы как снова у нас прерванный тренд. Былся числа терминалов, но с другой стороны, минус 1. Ну это такая ерунда. То есть 764 это максимальное значение, и даже без этой единицы, максимальное значение за 2,5 года. И я думаю, что рост все-таки как тренд будет постановлен. То есть в эту пятницу, когда мы будем анализировать очередной отчет, статистика у нас вернется в канву тех самых факторов, формирующихся, усиливающих давление на котировки нефти. Сегодня как быть, сегодня как торговать нефтью, да собственно так же, как и мы торговали неделю назад, поскольку я всячески не рекомендую использовать фундаментальный анализ для каккосочных ориентировок и для каккосочной торговли, потому что это априори неверно. Фундамент только формирует тренды. И фундамент позволяет все-таки найти те самые моменты, когда эти тренды могут быть развернуты. Для рынка нефти нет ни одного фактора и предпосылки для того, чтобы мы отказывались от наших коротких позиций. Даже статистика Беккер-Кьюз сокращения на одну станцию не отменяет прогноза, который был дан администрацией энергетической информации еще в прошлый понедельник по росту добычи сланцевой нефти на 114 тысяч до, по-моему, 5-58 миллионов. Это сланцевое производство только. Мы придерживаемся этих цифр и понимаем то, что август у нас станет восьмым месяцем подряд, когда месячное производство в Штатах неуклонно растет, создавая еще больший перекос в пользу предложения. Сегодняшняя встреча ОПЕК сразу можно прям резюмировать. Если никаких стоящих договоренностей не будет, значит рынок нефти развернется. Может быть, на ожидании в течение дня мы сможем увидеть какую-то волну позитива, всплеск интереса к этому активу, поскольку на предварительных слухах кто-то непременно поверит, что все будет прекрасно для рынка нефти. Но без железобетонных договоренностей, без четких, скажем, новостных сводок о том, что вот это вот новая инициатива, которая направлена на то, чтобы разрешить проблему с низкими ценами на нефть. Если этих сообщений не будет, друзья, мы продолжим с вами снижаться вместе с нефтяным активом и снова будем ждать 45 долларов за баррель. Рубль 59.40, поскольку сессия судьбоносна для нефти, мы понимаем то, что и российская валюта, вот-вот придет очень серьезное движение, волатильность тоже будет даховая. До 60 остается каких-то жалких 60 копеек, 60 рублей против доллара. Этот уровень может быть достигнут даже в рамках сегодняшней торговой сессии. Но я всячески рекомендую вам не ставить на укрепление рубля, потому что, как ни крути, но тот фундамент, с которым мы работаем сейчас по рынку нефти, он состоит только в возможности для распродаж этого актива. Доллар японская иена. Вот уже отчасти поговорили немножко про этот дуэт инструментов 111.03 сейчас котировки. Причина, по которой доллар снова стали активно продавать, кроется в политике. Так вот, спецпрокурор Мюллер назначен на очень важное расследование касательно бизнеса Трампа. И снова инициаторы этого дела будут искать российские следствия. Вообще Трамп тоже психанул и вместе с своей администрацией инициировал расследование в адрес Мюллера по поводу его причастности к очень широкомасштабному финансированию демократической партии. То есть, если это действительно так, то текущее расследование, которое ему доверили, будет проходить уже изначально под грифом какой-то при взятости и при страсти, потому что политические интересы здесь четко будут прослеживаться. Ну, вроде бы как мы с вами отошли от одного политического скандала, помним, как сам Трамп пытался его замять, а вот снова совершенно другой. И до тех пор, пока картина не изменится, до тех пор, пока на Трампа не перестанут оказывать такое активное политическое давление, нам придется работать с пониманием того, что все реформы уходят на второй план, потому что при таком, собственно, окружении и с таким количеством обвинений, конечно же, очень трудно работать на теми реформами, которые направлены на потенциальное удвоение экономического роста. Поэтому, друзья, здесь нужно только держать оборону, здесь нужно смириться с тем фактом, что фундамент уже давно создал условия для роста американца. Вспомните только повышение процентной ставки, которое мы не грамм не отработали. Повышение процентной ставки, ужесточение монетарной политики и признание того, что ФРС и дальше будет разгонять политику, нормализовать ее и двигать ставки выше 2%. Ни одной фигуры, ни даже 50 пунктов в плане всплеска интересов мы не увидели. И, конечно же, сейчас просто говорить то, что речь идет о какой-то отложенной реакции на такой фундаментальный позитив, но нам приходится это делать, потому что, как ни крути, наступают те времена, которые становятся для рынка Форекс, для фондовых активов, для рынка производных инструментов, прогнозируемых с точки зрения фундамента. И в этот момент не нужно изменять себе как фундаменталисту. Поэтому если для вас фундамент имеет хоть какое-то значение, друзья, если вы согласны со мной, если вы разделяете такую же позицию, значит не мне вам говорить то, что ситуация, которая складывается на рынке сейчас, это ситуация из ряда вон выходящая. И не только для доллара. В такой, конечно же, обстановке нам приходится лишь смириться с тем, что не все сразу идет по тому сценарию, который нам необходим, но нужно ждать. Потому что иначе ничего не остается. Разве что плевать на фундамент, разворачиваться и ставить на те, скажем, уровни, которые будут явно противоречить всем фундаментальным предпосылкам, которые мы с вами уже собрали, накопили с начала 2017 года. Евро против доллара. Здесь картина в принципе та же самая. Вспоминаем состояние Европейского центрального банка, риторику Драги, которая в целом была исключительно мягкой. Потому что, как и ожидалось, Драги отметил важность сохранения текущих экономических стимулов без изменений. И если вы искали намеки на ужесточение политики, тоже повышение процентных ставок и выход из программы количественного смещения, то единственный, скажем, налет на возможность отказа от экономических стимулов был прослежен в комментариях. То, что экономисты Европейского центрального банка рассмотрят возможность выхода из программы количественного смещения после того, как она будет завершена. Если вы забыли, когда завершается эта программа, то в конце 2017 года. То есть до декабря ничего менять не будут. И сейчас, друзья, если мы все-таки зададимся целью и попытаемся спрогнозировать сроки, когда все-таки ЦБ снова вернется к этому обсуждению, я думаю, что вы наверняка могли заметить то, что речь идет о сентябре. Но я сразу хочу тоже дополнительно добавить, что 7 сентября вряд ли это произойдет, потому что 7 сентября там совсем чуть-чуть останется до выборов в Германии. И в такой обстановке, конечно же, монетарный кабинет Европейского центрального банка не будет дополнительно провоцировать какую-то ненужную волочность. В любом случае, у ЦБ уйма времени. Даже если это случится каким-то чудом в сентябре, получается, до сентября у нас 6 полноценных, даже 7 полноценных недель. За это время очень много воды утекет, очень много будет опубликован отчетов, в том числе и неоднократно мы сможем пересмотреть данные по инфляции. И это время наверняка, если где-то, скажем, полуарных, в рамках ЦБ проводится обсуждение того, когда же все-таки выйти из программы количественного смягчения, это время должно быть использовано для выработки, согласования самого лучшего плана по изменению траектории действия программы количественного смягчения. Но намеков на это, я думаю, что мы в ближайшее время явно не получим. Я советую также не забывать то, что дорогой курс евро очень болезнен для национальных производителей. Посмотрите, что происходит с европейской фондовой секцией. Пятничные торги – это самое существенное ослабление дневного инструмента, который мы видели за последний месяц. Основные потери, как всегда, понес DAX 30-й, поскольку именно в его составе наибольшее количество экспортно-ориентированных компаний, бумаг экспортно-ориентированных компаний. Прогнозы у нас также измененные по индексу потребительских цен в рамках еврозоны со стороны ЕЦБ. На 2017 год теперь у нас ориентиры 1,5%, на 2018 год снижение до 1,4% и 2019 год, то есть совсем уж растянутая перспектива, даже тогда цель не будет достигнута. 1,6%. Поэтому на основании этих прогнозов я предлагаю снова вспомнить про комментарий, который был дан Драги, о том, что при необходимости ЕЦБ готов даже и увеличивать те стимулы и инструменты смягчения монетарного режима, который используется на текущем этапе. То есть долгосрочно, друзья, евро у нас монументально аукциально. Только вот вопрос времени, когда же произойдет этот самый разворот. Сейчас я думаю, что не только нам нужно поглядывать на позиционирование, на личное настроение и смотреть, где же больше всего в каком направлении денег. Но и нужно уже смириться с тем фактом, что и сами фондовики, даже не те трейдеры, которые торгуют в фондовой секции еврозоны, а инвесторы этой европейской отрасли уже начинают мягко намекать ответственным лицам, что пора бы как-то повлиять на курс европейской валюты. Но повлиять, разумеется, не спровоцировать еще больше укрепления. Поэтому ждем разворота. Когда он произойдет, я думаю, что никто не знает. Но то, что сейчас уже точка кипения близка, это совершенно очевидный факт. Фонд против доллара. Здесь мы с вами ждем заседание следующего банка Англии. Оно состоится в первых числах августа. Это заседание снова по действию и по текущим процентным отставкам. Я сразу хочу сказать то, что в прошлый раз, если вы помните, трое представителей британского регулятора выступили за повышение процентных отставок. Среди них был Корпс, который, собственно, его полномочия истекли. На текущий момент он будет заменен уже на Сильвано Теннера. Я один раз имел возможность понаблюдать за ее видением монетарных политики. Хочу сказать то, что этот уже действующий представитель британского регулятора выступает против жесткой политики. Поэтому в лучшем случае по голосам максимум, на что стоит рассчитывать оптимистам, это на два голоса за повышение процентной ставки. Тем более, друзья, вы сами прекрасно помните и видели последний отчет по инфляции. Даже вопреки нашему с вами прогнозу, инфляция чуть просела, конечно же, на таких значениях индекса потребительских цен оправдать повышение процентной ставки будет очень проблематично. Поэтому про эту тему я предлагаю забыть и снова обратить свое внимание на политический вопрос, на туры, обсуждения, раунды, скажем, по переговорческому процессу Brexit. Вот, собственно, на прошлой неделе прошел второй раунд переговоров, абсолютно безрезультатный. Единственное, что мы услышали по факту его проведения, то, что разногласия между Англией и Европейским Союзом остаются существенными. Поэтому 1,30 текущей котировки по фунту доллара, как и недели назад, это, на мой взгляд, максимумы, которых можно было достигнуть британцев. Здесь нужно занимать долгосрочные продажные сделки. Австралиец против доллара оступился все-таки после намеков сначала со стороны Резервного банка Австралии о том, что дорогой австралиец затрудняет переходный процесс для экономики. У нас в пятницу еще состоялось выступление заместителя управляющего Австралии Дзебеля, который также отметил, что более высокий обменный курс австралийца нежелательен для экономики. Я полагаю, что на этой неделе и в последующей мы будем больше ориентироваться на риторику более мягкого характера, риторику, которая должна способствовать все-таки снижению курса австралийца, который просто невероятно высоко забрался за одну торговую неделю. Мы, по сути, с вами говорили о тестировании отметки 0,8. Сейчас австралиец будет сдуваться. Параллельно будем смотреть за динамикой на железную руту, на уголь, которые являются очень важными экспортными ресурсами для австралийской экономики. Также продолжим следить за китайской статистикой. Если наши расчеты окажутся верны, то эту неделю австралиец закроет ниже уровня 0,78. По USD-каду, по канадцу у нас снижение продолжается уже который день подряд, который в неделю подряд уже сбился со счету. 1,25 уже у нас на сейчас котировках. В пятницу вышли данные по уроничным продажам индексу потребительских цен. Статистика, которая точно уже при нормальном течении обстоятельств должна была стать условием для ослабления канадца, но этого не случилось. По статистике, ручные продажи с 0,7 снизились до 0,6%. Индекс потребительских цен, который многие называли основным фактором, из-за которого Банк Канады не должен торопиться с ростом процентных ставок. То есть инфляция продолжает снижаться. Годовое значение снизилось с 1,3 до 1%. В месячном выражении мы просили до минус 0,1%. И базовая инфляция осталась на сборном значении на целых 0,9%. Разве это не предлог, чтобы ослабить курс канадца? Разве слабая статистика вместе с снижением цен на нет не должны были привести к росту пары USDK? Конечно же должны. Но этого не произошло. Поэтому в отношении этой валютной пары, друзья, мы работаем не совсем тривиальной реакцией трейдеров. Мы работаем с риском позиционирования, который сейчас указывает на то, что слишком много участников рынка ставят на рост этой валютной пары. Поэтому, зная характер рыночной среды, понимаем, хоть и нам хочется увидеть это ослабление, рынок просто так не позволит заработать всем. Поэтому те, кто торгует по-прежнему канадцам, я рекомендую смотреть за рыночными настроениями и искать ту самую возможность, когда можно будет занять долгосрочную покупную сделку, потому что она непременно станет одной из самых результативных в рамках окончания 2017 года. Но сперва нужно понять, когда же произойдет этот разворот. Сейчас мы видим то, что канадец не очень охотно реагирует на котировки нефти и статистику. Может быть, если сегодня что-то очень крайне интересное произойдет на рынке черного золота в свете, опять же, обсуждений и встречи мониторингового кабинета важнейшего события, возможно, с этим новостным фоном канадцу будет уже трудно совладать. Но нам нужно все-таки получить сначала очень серьезное ослабление нефти. Не то, чтобы даже пробовать поддержки 48 долларов за баррель. Нам нужен мощный импульс на то, чтобы убедить нас, что Brent и WTI, ну, Brent, прежде всего, будет смещаться в район 40,5. Только после этого мы, скорее всего, получим с вами первый такой ощутимый предлог говорить и о неизбежном развороте пары USDK. Из важных событий, помимо заседания ОПЕК, на сегодняшней торговой сессии давайте посмотрим со статистикой по США индекс активности в производственном секторе и в сфере услуха. Эти данные выйдут в 16.45 по московскому времени. Может быть, хотя бы на эти отчеты доллар воплотит свое внимание и немножко забудет о том негативе, который связан с очередными политическими стрясками, которые обрушились на американскую экономику, прежде всего на администрацию Трампа. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Как и всегда, обещаю держать вас в курсе всех основных и самых интересных событий. Сегодня в 16.30 состоится еще вебинар. Правильный понедельник. Если есть возможность, приглашаю вас еще раз разберем основные, собственно, события прошлой недели и посмотрим, с чем нам можно работать в рамках текущей потеднения. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok